Раннее утро Кронштадтский бульвар. До метро водный стадион каких-то пару сотен метров. Но их так и не успел преодолеть этот серебристый мини-вэн с пассажиром на борту. Водитель утверждает, никогда в жизни не перевозил кого-то за деньги. Помощь знакомым оказывает почти на альтруистических началах. А вы доводите их за деньги знакомых? Нет, это за деньги. Они у меня приспособлены специально. На метео уничтожен, я их плачу. А вот пассажир в недоумении. Он впервые сел в это авто, чтобы поскорее добраться до метро. Опаздывал на работу. За проезд заплатил 100 рублей. Руки мне даже, я ничего не дал. Банксену, дядя, кому-то будет. Пенсионер, решивший таким образом подзаработать, продолжал все отрицать. За перевозку пассажиров, без необходимой для этого лицензии, пенсионеру предстоит выплатить штраф. Владельцу этого авто явно удалось заработать больше. Пять человек вышли из машины и поспешили к метро. У водителя также нет лицензии на перевозку пассажиров. Кого вы не дадите? Я знакомый. Несмотря на то, что один из пассажиров подтвердил, что заплатил за проезд, мужчина продолжал все отрицать. В отношении правонарушителей были составлены протоколы об издательном правонарушении за отшление легальных перевозок, которые первые для дальнейшего принятия решения в мировом суде. Размер минимального штрафа, согласно нововведениям, 3000 рублей. Исправить ли денежное наказание этих нарушителей, покажет время.